приветствую нашей компании появился я даже не знаю как тебя представить новый участник ну в принципе да но вот старый коллега это тоже правильно друзья имею честь представить виталий человек который любит бокс знакомы мы не знаю сколько виталий ну лет 10 наверно точно к сожалению мы в жизни не встречались больше знакомы по интернет но вот думаю что у виталия появится в скором времени камера и мы можем в общем как бы у него сейчас поломалась камера и вот как только в общем у него появится мы сделаем все для этого возможное виталий будет принимать с нами участие как бы уже полноценно виталий ты человек как бы новый в нашей компании мы здесь все уже такие все разумные переразумные и вот ты как человек новый информация о поединке василия ломаченко против дэвина хэйни не утихает волны постоянно плещут выбрасывая на берег мало золота и больше какой-то непонятной субстанции твое мнение что что это был за поединок насколько общем ломаченко как он утверждает об воровали либо все справедливо и ножи взял страдле его почему почему то так думаешь но это редакция но она же на чем-то основана то есть хорошо где тогда василий не доработал что он не сделал по твоему мнению, для того, чтобы победить и победить убедительно, так, чтобы у нас не возникало вопросов? Мне кажется, что он просто уже на закате карьеры не докажет. Ну, что ему не хватало? Скорости, комбинаторики, недостаточно он, скажем так, прессинговал, прессовал, хейн. Не хватало? Ах. Что бы? Урок уже выразился. Попаночь прессивировался. Виталий, просто немножко очень плохо слышно, что последние твои слова. Пропогадавился. Окей. А что нужно было сделать Василию для того, чтобы дожать все-таки до победы? Вот, допустим, ты в углу Василия, и ты говоришь, Василий, нужно сделать и что именно, чтобы победить? Больше агрессии. Больше агрессии. Больше агрессии, больше ударов. Да, всего немножко. Окей. Хорошо. Ну и пока, давай тогда уже мы потихонечку перейдем. У нас в этот в этот уикенд вот у нас подключается сейчас Ярослав. Ярослав, привет. Здравствуйте. У нас сегодня новый участник это Виталий. Мы с Виталием очень давно знакомы по обзорам, которые он делал для нескольких спортивных интернет-изданий. И в принципе предстоящий уикенд нас особо не побалует какими-то изысканными. Скорее всего наследуя Шерлока Холмса всеми нами известного и возможно любимого. Что нам нужно? Что мне нужно, да, Ватсон? Это свежий воротничок, сэндвич и трубка. И вот у нас что бы не будет свежий воротничок. Это вечер бокса на Манчестер-арене от Эдди Хирна, где Маурица Лара подарит реванш Ли Вуду. Ну и Джек Кеттералл проведет поединок против Фолли. Дальше у нас вечер бокса также в Британии только на Виталии стадиум. Не путайте, в общем, ничего общего с Кличко не имеет. В Борн Маунте Де Лорен Соколи защитит титул чемпиона мира по версии WBO в Крузервейте против Криса Белям Смита. Поединок ожидается очень и очень зрелищным. Также у нас на Одиссеи арена, ССИ арена, это в Белфасте Северной Ирландии. Бо Парум и Фрэнк Уоррен представят три чемпионских поединка Энтони Сокорейс против Дамиана в Жеске. Дамиана очень хорошо знает, что будет бой за титул чемпиона мира по версии IBO в первом легком весе. Ник Белл будет бороться с Дима Ла Матти за серебряный пояс чемпиона WBC в полулегком весе и Луис Альберто Лопес титул IBF в полулегком весе против Майкла Конлана. И еще один вечер бокса, который состоится в Соединенных Штатах Америки на Фэнтези Спринс Казино Индия, штат Калифорния, Оскар Далахоя и Дозон представят в главном поединке вечера бокса бой за титул чемпиона мира в минимум вейт. Вообще для нас это какая-то незнакомая стезя. Оскар Калаца против Мелвина Иерусалима. Давайте начнем с более близкого и знакомого Маурицо Лара Лейт Вуд. Напомню, что Маурицо Лара 18 февраля сего года техническим нокаутом в седьмом раунде просто изничтожил Ли Вуда, забрав у него титул чемпиона мира по версии WB в полулегком весе. И для Эдди Хирна это была очередная серия по-моему нескончаемого сериала приезжие мексиканцы. Когда приезжие мексиканцы приезжают и выигрывают у британцев. И вопрос, насколько по вашему мнению Ли Вуду удастся исходя из первого поединка и из того, как этот поединок прошел, удастся ли реваншироваться? Виталий, на правах новичка прошу твое мнение. Если хожу и делает выводы, что не получилось, но это вполне вероятно, что реванш может быть. Виталий, чуть-чуть поближе к компьютеру, плохо слышно. ему нужно сделать выводы и хорошо подготовиться и вполне вероятно, что реванш может состояться. Окей, хорошо. Толяныч, приветствуем тебя. У нас Виталий новый наш коллега. Проба у нас пера сегодня. Итак, матч-реванш Маурица Лара Левуд. Толяныч, ты врываешься в эфир, давай дадим тебе возможность состоится реванш. Что я могу сказать? Как состоится реванш? Как состоится реванш бой будет, это уже 100%, мы будем смотреть, но как мы говорили в первом зуме, в первом бою, тогда мы тоже Ларе давали шансы больше, чем Вуду. Как-то странный реванш, потому что было выкинуто полотенце, было выкинуто полотенце, здесь как бы вопросы должны были закрыться, но видимо мафия, мафия везде мафия, ну и сделали Лара человек бедный, я сегодня прямо смотрел про него такой маленький фильмец, он там показывал, где он занимался, боксом, где он начинал, там такой вот, как дворик, под повесом какие-то груши, мальчики бьют, а где-то подворотник кого-то грабят, в соседней улице какой-то дом выносят, то есть такой район не очень, и еще что, показывали именно его жизнь, он кушает на базаре, приходит на базар, кушает там, где про санистари, услышали, нет, никогда не слышали, то есть такой он, я таких боксеров люблю, потому что это человек, который добился всего сам и стал чемпионом мира, как мексиканец, он для мексиканского бокса хороший мексиканец, хорошим ударом, то есть как мы говорили в первом поединке, у Вуда проблема с левой стороной, если бить его слева, то он пропускает всегда эти удары, я думаю в реванше будет примерно то же самое, только то же самое будет, я не думаю, что за такое короткое время кто-то что-то изменит очень сильно, я не думаю, что Вуд улучшит свою защиту до такой степени, что слева не будет заходить, я смотрел сегодня прям посмотрел первый бой еще раз, чтобы себе напомнить, что там было, видел еще проблему у Вуда, что если закидывать после левого правый оверхенд, можно очень хорошо по Вуду попасть, то же самое, у Лары есть один шанс выиграть, только досрочно, только досрочно по очкам это, я могу дать миллион процентов, Толяныч, ты немножко подмерзаешь, ты можешь дать миллион процентов, мы поняли на что, Ярослав, спасай ситуацию, да, да, Толя там не включается, да, я, если честно, такой бокс не люблю, ну, бокс Лары, то есть, да, он сюда заехал в Англию и никак не выйдет, не благодаря тому, что он крутой боец, а благодаря тому, что здесь, как по мне, очень такой дефицит таких топовых боксеров, с Маурисио Ларой справиться, как по мне, должен, ну, мастер спорта просто советской школы этого Маурисио Лара должен просто это сделать. Он темповик, у него чугунные кулаки и он готов держать все то, что на него будут набрасывать. То есть, будет все принимать, на никакой защиты в Ларе абсолютно нету. Где-то он погуляет первый-вторый раунд и снова пойдет в такую рубку прям месилого, то есть, в которое, ну, скажем, люди бокса это не прощают, скажем, хорошего лаутара, то есть, что нужно против Лары, это, конечно же, стопинг. У этих людей просто нету стопинга, ни у Джоша Орингтона, ни у Вуда, может быть, немножко у Коннона он есть, но, ну, ну, ладно, у Коннона вернемся. Вуду нужна крепкая двойка, сильный джеб. Надо понять, надо дать понять, Ларе, что он натыкается очень на больные удары, который идет в прямую пушу. Лара несется на тебя, его нужно сбивать. К сожалению, Вуд пытается на таком английском черноке войти в дистанцию, сделать свою комбинацию и уйти. Но, к огромному сожалению, пока еще Лара молодой, неузношенный, но относительно молодой. И такие боксеры, как Лара, быстро постареют. Я думаю, вы со мной согласитесь. Потому что два-три года и от Лары, от его организма ничего не останется. Потому что урон он наносит себе просто потрясающий. Поэтому я считаю, что у Вуда есть шансы, в каком плане, проведя работу, опять же, постоянно уходить от ударов, Лары. Входить, бить джеб и максимально уходить ногами. Любое сближение вчревато опасности. Скорее всего, Вуд пропустит, скорее всего, снова поплывет. Потому что держит он, к сожалению, хуже, чем Лара. И удары у него слабее. Тут одна. Вот ко мне тут никакой тактики, ни техники не прослеживается. Техника только, ну, скажем, от Вуда. Тут у кого крепче голова и у кого сильнее кулаки. Вот и все. Собственно, тот и выиграет этот поединок. И захочет ли Вуд это проверить, скажем так. А Вуд, скорее всего, захочет это проверить и, скорее всего, наткнется на удар Лар. Выводы, ну, какие выводы он должен сделать? Он просто должен бить Вуд. Он просто должен четко бить в разрезу удары. Лара, ну, должен, то есть у Вуда есть удар. У него он выше, у него лучше работают ноги. Он, скажем так, у него лучше антропология. У него все есть, чтобы победить Лару. Но у него нету вот этой двойки. Есть желание балансировать, как она-то ходит на такой, как бы, ветке. То есть, с Конолом он это тоже демонстрировал. Зашел в дистанцию. Он, по-моему, в первом или во втором раунде был в таком хорошем нокдауне. И спасли его от поражения тогда срочно просто тот раунд закрылся. Ну, ввиду того, как время закончилось. Так и здесь. Захоет биться, будет беда. Захоет погулять, поиграть в джебом, немножко долька протянет. Но, опять же, я все равно склоняюсь к тому, что пойдет он бодаться с этим Ларой и пропустит какой-то удар. Хотя, как по мне, Лара давно должен был заканчивать эти игры на английском. Вообще, просто здесь нету таких классических боксеров, ну, как Джош Тейлор, может быть, но весом больше. Ну, там, я не знаю, или таких утекаемых боксеров, как Сани Эдвардс. Ну, то есть, вот в данный вечер просто Лара попал на такую волну, на такое течение, где этих боксеров здесь нет. То есть, и поэтому пояс меняется так, ну, пояс меняют свое здесь, своего хозяина через поединок. Также Экико Мартининс отбоксировал, отдал пояс. Зелфа Баррот отбоксировал, отдал пояс. Кит Гэллахет, я думал, что он держит получше. Он, оказывается, вообще не держит ничего. То есть, Лара выиграет, сейчас другой англичанин. Ну, то есть, Лара, это, как по мне, это чувак, который любой бой он этот пояс проиграет. Просто человек, который понимает в боксе и который имеет двойку и маломальские ноги, просто Лару должен на классе удерживать. У него нету ни класса, ничего. Как по мне, у него появилась уверенность. Это вот уверенность. Если с первым поединком с Джошем Уоррингтоном, он еще где-то пасовал, промахивался много, то здесь он приобрел в этой Англии, он приобрел небольшую уверенность и эксперт-опыт. То есть, он приобрел опыт определенный. Ну, я не думаю, что они ему надолго помогут. Толяныч, ты давал тысячу процентов на что? А, давал тысячу процентов, что Лара по очкам не сможет выиграть. Только досрочно. Только досрочная победа и он поставит себе точку на... Я немножко хочу сказать Ярославу, что сейчас в этой категории нету таких уж сильных имен, поэтому Лара здесь очень хорошо может стоять, если сейчас выиграет опять досрочно. Вот мы сейчас будем говорить о другом чемпионе Луис Альберто, который тоже в этом весе, то он похуже Лара и похуже Вуда. Тоже будет на этих выходных. Мы разберем, я думаю, этот бой тоже. И поэтому Лара, как по мне, получше, чем Луис Альберто. И как бы если Лара... Лара вот у него техника мастерского бокса, но мышление немного развитее. Он, мне кажется, умеет импровизировать и умеет строить план на бой. То есть он не боксирует от умения. С первым боем с Вудом он этот удар много раз пробовал, пока у него не получилось слева попасть, чтобы нокаутировать Вуда. Ну там как, он его не нокаутировал, выкнули полотенце, но как бы к тому и шло. так что я бы к Лару в этом весе, если он сейчас еще раз выиграет Вуда, я бы поставил его одним из сильнейших чемпионов этого веса. если говорить об этом поединке, помните, мы когда рассуждали перед первым боем, мы говорили, что Ли Вуду нужен английский бокс. Ярослав очень хорошо сейчас заметил, английский бокс у него практически есть, но у него есть два недостатка. он не ускользающий как Сани Эдвардс, он все-таки на ногах более загружается и вот останавливается. И второе, у него нет действительно такого встречного удара, который бы заставил, есть очень такое в боксе хорошее уважение, заставил бы уважать себя соперника. Да. Мы тоже в первом поединке, что мы видели? Вроде Бут нормально и работает, и встречает, уходит, встречает, уходит, потом у нем в голове что-то случается, он себе нарисовал, нарисовал картину, что он как минимум Джордж Форман, вот, в лучшем случае Джордж Форман, в худшем случае Лэри Коумс, останавливается с полуопущенными руками, либо и ждет с полуопущенными руками, понятно, из такого положения, из такого положения бить сложно, из такого гораздо проще, и тут он нарывается на левый этот боковой. Может ли он что-то изменить? Мне кажется, он сможет добавить немножко осторожности, немножко ног, и это с одной стороны будет его сохранять, но с другой стороны оно его зажмет и не даст ему раскрыться. Здесь нужно, чтобы руки вылетали, а он этого, мне кажется, вряд ли он сможет сделать, потому что Лара уже все понимает, нужно слева попасть и все и добить. Насколько, в общем, команда Вуда и сам будут справляться с этой проблемой, чтобы одновременно не дать Ларе попасть по себе и быть постоянно угрозой, то здесь только одно, тречные удары, длинный джеб, ну, самое банальное, простая двойка и уход за сильнейшую руку Лары. Вот и все. Сможет ли это сделать Вуд, хрен его знает. Но и в этом есть как раз вот сам цинус поединка, когда разница стилей, разница мировоззрений и разница той ментальности, с которой ребята входят в ринг. Лару ничего не держит. Что он может потерять? Он может проиграть, но он не потеряет честь. Лару Лондоне в Манчестере он все уже увидел. Его повозили по Ливе Капулю, Манчестера свозили, увидел Биг Бен, можно что рассказать у Мексики. Мне он чем-то прическа напоминает как-то, знаете, тракториста. Одень ему сейчас еще у него такая не у Ливуда. У Ливуда трябиновой грозь. Да, 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 наш парень. Буду за него болеть. Каким ты остался, будем про него петь. Если он пойдет в нокаут, мы споем ему, каким ты остался. по Ливуду снова обосрался. Поэтому этот поединок безусловно я считаю поединком поединком у Икенда, поскольку здесь очень большое напряжение. Для Ливуда это поединок очень знаковый. Если он его проиграет, Эдди Хирн скажет, сука, мать, а Коля, мать, лоханулся, мать, Джошуа лоханулся, и ты туда же, мать, ну нахрен вы мне нужны, мать, сколько вас можно вкладывать. А Лара что, Лара проиграет, вот с него как гуся вода, он уже в тренде, он уже экс-шемпион, он уже в топе, мать, и он может зарабатывать. Хотя мне кажется, что Ливуд упадет снова. Очень маленькая вероятность, я не исключаю такой вероятности, но она катастрофически мала, что Ливуд может отбегаться и отжебиться, отклинчиваться. Лара бьет от положения, из любого положения, он, боксер, блядь, удар. А вот это, вот хуже всего с такими боксировать, потому что ты его должен просто бахать, разбить нос обязательно, бахать по грудной клетке, чтобы сбивать сердечный ритм, его нужно как-то останавливать, просто от него не отпедалишь. Тем более, что Лара, смотрите, как он наносил удар, он подскочил, у него рука была заведена куда-то, хрен его знает, он подскочил и все вовремя нанес, все вовремя нанес. Ливуд этот удар не видел. Поэтому бой будет очень интересный и для Вуда, для Вуда могут сделать так, если он проведет 12 раундов, не упадет больше 4 раз, тогда у него есть возможность победить по очкалке. Да, он падает, он не держит и справа постоянно у него открыто. У него вот, именно вот этот вот, как у многих любителей, он руку, когда бьет, правую опускает. Постоянно. Это у него вся карьера такая была. Да, мало того, что он опускает руку, хрен с ним, он еще подбородок поднимает. Знаешь, это вот, значит, такой вот, будто нехватка кожи, знаешь, там, и рука тянется, и голова закидывается. Как в анекдоте, говорит, говорит, это бегемот, познакомьтесь, посетители, это бегемот, у него рот открывается, попа закрывается, попа, рот закрывается, попа открывается. Почему? Нехватка кожи. Окей, еще у нас будет поединок, Джек Кеттерал, в феврале 22-го года он проиграл Джошу Тейлору, проиграл довольно-таки спорно, но проиграл. И вот после более чем годового простоя он возвращается, надеялся он на реванн с Джошем Тейлором, не получилось, ну и Даррен Фолли, боксер, сейчас я скажу, откуда. В Австралии, ирландец из Австралии. Ирландец из Австралии. Да, то есть он родился в Кенте, сам ирландец, левша, и проживает в Австралии. Ну и в принципе поединок сделан под Джека Кеттерала, чтобы он сбросил всю ржавчину, ну и вернулся в какую-то обойму. То есть слишком долгий, простой был, так что поединок под Джека Кеттерала должна быть убедительная победа, и мне кажется, она таковой и будет. Что вы думаете, Ярослав? Да я согласен, тут мало, что можно распыляться по этому поединку, изучать тактику, технику, я не вижу никакого смысла. Кеттерал просто работает всегда от соперника. Единственный момент, Кеттерал всегда, если он хорошо ловит на вот эти вот удары, то есть он очень хорошо чувствует, то есть он может как сделать скучный бой, был там бой у него с Макеном, все было очень скучно, потому что Макеном не работал, и Кеттерал стоял. А Джорс Пивер задал темп, то есть он его где-то вычитал, и да, Кеттерал этим славится, он подбирает ключи, именно он подсовет, он все-таки будет ждать этого в холле. Я не скажу, что это будет суперзвездой Кеттерал каким-то, потому что он непродаваемый. А бой под него, правильно вы сказали, стряхнул ржавчину, вернулся куда-то, и опять же, будет у него большой бой, я думаю, ну, ему организуют. С кем, это вопрос, ну, куда-то повезут, но звездой не будет. Толяныч? Я считаю, что Кеттерал это топовый боксер этой весовой категории, я соглашусь, что он непродаваемый, это болезнь Андраде, вот как Андраде в своем весе, так и Кеттерал в своем. Это очень, очень чувствительный боксер, он защищается полностью всем телом, то есть он быстро распрыгивает, он чувствует ритм, имеет отличный тайминг, бьет, может быть, не нокаутер, но бьет жестко, не хватает ему немного антропометрии, может быть, и сильного удара, а так по школе бокса к нему вообще нет претензий. Что к его сопернику ирландскому, этому, вот, ну это как палка для того, чтобы сбивание орехов, вот он выглядит как палка для сбивания орехов. Это очень неторопливый боксер, очень долго ждет, работает на джебе, и джебом, как он работает, он именно им тычет, именно не то, что бьет, что-то он именно тычет, практически рука у него идет вот как зомби, вперед, постоянно одну руку. Посмотрел там один бой его, где он там одного парня, там не знаю, как-то его звали, даже не знаю, знать не хочу, в одном раунде, втором, не помню, второй раунд, или какой, он там отправил его два раза в нокдаун и остановили бой. То есть, за счет этого, может быть, поднялись его дивиденды, и сейчас этот бой с Катареллом, то есть, то есть, я считаю, что Катарелл должен в этот бой полностью выигрывать, даже, может быть, и досрочно, для того, чтобы иметь, как говорит Ярослав, быть продаваемым. То есть, чтобы кто-то его заметил, именно, больше агрессии проявлять. Но Катарелл для меня чемпион, такой боксер, может быть, не чемпионского уровня, но в этом весе топового уровня. Он может с каждым из чемпионов побоксировать, и каждому сделать проблему. За счет своей хорошей школы бокса. Главная проблема этого поединка, то, что Катарелл не есть агрессором. Он, вы правильно сказали, что он хорошо работает от соперника. Если австралиец на него налетит, это будет заруба. Но если это все будет на ближней, ну, то есть, на средней и дальней дистанции, это будет унылое говно. Просто унылое говно. Вся проблема Катарелла в том, что у него нет такого чувства, как у Тейлора. Потому что Тейлор вот подлетал. Если бы Катарелл действовал, как Тейлор, то есть, просто вот влетал, подныривал на границу средней и ближней дистанции, и там вот взрывался, мне кажется, что у Тейлора был бы бедный. Но Катарелл слишком ждет. Поэтому, если австралиец станет агрессором, мы увидим хороший бой. Но если австралиец будет, опять же, как и в других своих поединках, там подбрасывать дровишек со средней, с дальней дистанции и останавливаться. Он просто ждет, когда попадет. Попадает, он продолжает. Не попадает, его ничего не заставляет работать плотнее, больше. Мы увидим очень нудный бой. Ну, единственное, что, в общем, как бы Катарелл поймет, что где-то к раунду пятому, шестому, что, в общем, жопа жопенная, люди не только деньги нести не будут, они забирают, они возвращают билеты обратно, и он что-то сделает неимоверное. Ну, это навряд. Но Катарелл должен победить, у него другого выхода нет. Все-таки бой, скажем так, с Тейлором, либо с победителем боя, Тейлор, Лопес, как бы, соперник нужен, поэтому нужно побеждать, чтобы как бы быть в тренде, быть в чек-листе, в листе ожидания. Абсолютно, абсолютно так. Окей, идем дальше. И я теперь понимаю, почему Ярик написал, что как бы машина, в общем, как бы у него что-то с машиной случилось, а такси не вызывает. Он просто обещал больше Лоренца Коле не смотреть. Поэтому, знаете, сказал, я же пообещал не смотреть, нахрен мне приезжать. Лоренца Коле, Крис Белям Смит. Для Британии это, пожалуй, тоже поединок ожидаемый, поскольку Крис Белям Смит, любимчиков у него очень много. Вот. И Лоренца Коле... Я вот, знаешь, я очень хочу, чтобы Лоренца Коле получил по голове. Это вот мое... неимоверное желание, чтобы просто чуваку, блядь, дали в голову, блядь, и чувак, сев на жопу, блядь, понял, блядь, что я хернёй занимаюсь, блядь, вот этот хожу, обнимаюсь, блядь, надо боксировать, встанет и начнёт боксировать. Но, с другой стороны, Крис Белям Смит очень странный. Он, он просто вот такой туповатый, британский боксёр, воспитанный немецкими тренерами. Вот по-другому не скажу. Потому что... Очень плохая смесь. Да, тошнотворная прямо. И здесь Лоренса Колли даже зубов вот до зевоты, до ломания челюсти в зевоте будет у него выигрывать. Просто Лоренса Колли как и он засушит бой, сделает его... Он будет выступать как спойлером и так и не сможет, непонятно, почему, мне кажется, так и не сможет разогнаться в ударах, как это вот он делал, становясь чемпионом, то есть идя к чемпионскому титулу. Ну, я рад выслушать ваше мнение. Толяныч, что ты скажешь? Ну, я хочу сказать одно. Давайте возьмем их историю. Они оба были у Эдика. Они были в одной конюшне у оба. Мне кажется, Эдик хочет сделать сейчас такой вариант. Сказать, а, ты со мной судился, Лоренс? Ты ушел от меня? А вот я сейчас своего парня к тебе это самое, он тебе сейчас возьмет титул. Я тебе поставлю на место и покажу твое место. Они знакомы, они боксировали, спарринговали, именно спарринговали, и мне не имею в виду, что у них был бой. Они очень хорошо друг друга знают. поэтому на такое короткое уведомление этот бой для Лоренса Аколи пришелся. Здесь больше психика играла роль, для того, чтобы Лоренса Аколи хочет доказать, видимо, Эдику, что у тебя все боксеры низкосортные. Я от тебя ушел, ты должен плакать, должен умолять меня на колени вернуться и платить мне, сколько я хочу. То есть, да? Крис Биллианн Смит мне нравится. Мне нравится, потому что он зарубается, потому что у него неплохая защита. Он такой, действительно, вот как его погремуха, джентльмен. Для Англии он более, лицо Англии более лучше смотрелось бы с его фотографией, а не с Лореном Аколи, который к Англии не имеет никакого отношения, кроме как что родился там или приехал туда и имеет гражданство. Крис Биллианн Смит это типичный англичанин, типичный англичанин, мне не знаю, вот я лично буду болеть за Криса Биллианна Смита, но я постоянно, я думаю, что Лорен Соколи может зашушить бой, как обычно он делает, и сделает ровно столько, чтобы выиграть этот бой. Мне кажется, Лорен Соколи, если Крис Биллианн Смит не попресет Лорен Соколи до экватора, не посадит его в нокдаун или не заберет полностью экватор все раунды практически, то Лорен Соколи после экватора начнет сушить бой и начнет делать ровно столько, чтобы взять 7 раундов и выиграть этот бой. Здесь все зависит больше, мне кажется, от Криса Биллианна, потому что я уже, если честно, уже забыл, как бьет Лорен Соколи после всех этих его последних боев, какой-то он, знаете, хочется где-то на потустороннем мышлении у меня есть, как он стал чемпионом, как первый раз защитил свой титул, но последние его бои, знаете, как занавеска затмевает мне вот эту вот картину, я вижу Лоренса Коли сушилою, который сушит бои, делает ровно столько, чтобы выиграть бой. Крис Биллианн Смит, я желаю, чтобы он выиграл, если честно, я буду за него болеть, и я считаю, что у него есть шансы выиграть, есть шансы, но, знаете, как я бы сказал, 60 на 40 в пользу Аколи все-таки, потому что Аколи может опять пробудиться и бьет он не хуже Криса Биллианн Смит, а может быть даже мощнее, может быть по функционалу даже лучше, чем Крис Биллианн Смит, и у него больше шансов выиграть, как бы так. Ярослав, что ты скажешь? Я думаю, что Лоурен Соколи жутко скучный в последние поединки, но это просто чувак, который просто феноменально умеет пользоваться своими габаритами. Каким образом? Не в плане того, что он там, он хорошо, ну вот, я, он мне тоже не особо нравится, я не знаю, за кого болеть, ни за кого в этом поединке. Вот. Раньше мне нравился Аколи, ну, из-за этой скучной мне он перестал нравиться, а Крис Биллианн Смит, я не вижу, в чем он, вот в данном поединке я не вижу, чем он может выиграть у Аколи. Ему нужно задать темп, это первое, что Биллианн Смит не может, он должен, он захочет драться в телефонной будке, как с Чемберлином, но тут не получится, то есть, надо проходить этот длиннючий джеб Аколи, у которого руки 2-11, и все-таки первые 7 раундов или 8, они, ну, этот джеб у него летит довольно быстро, довольно быстро, довольно акцентированно и довольно точно, плюс его вот эта фронтальная стойка, он все-таки к тебе подойти, ну, к себе подойти не даст, ну, то есть, а Крис Биллианн Смит, у него нету чернока, он все-таки топотун, такой, он неплохо работает в ситуации, но стоя именно, ну, как, вкапываясь в землю, и, ну, все-таки ему нужна вот эта вот работа серийность, но на этой дистанции на средней, на которой, на которой пойдут размены, а Коли такой размены не позволит сделать благодаря тому, что он встанет в эту фронтальную стойку через боком и будет кидать этот джеб, и при случае он будет его ломать, еще набрасываться весом, и тут вопрос только один, как по мне, какая хорошая держалка у Криса Биллиана Смита, если она хорошая, то, ну, протянет все 12 раундов, если каким-то образом А Коли может и попасть, просто тот чувак, который просто с ним дрался, ужасно провел бой А Коли, но он каким-то образом держал удары, А Коли бьет посерьезнее, чем Крис Биллиан Смит, это еще минус в копилку, ну, то есть, минус в копирку Криса Биллиана, плюс копилку А Коли, за счет чего его брать, за счет того, что А Коли будет делать перестрелку, он не будет делать перестрелку, за счет того, что он наворачивает темп и хорошо на челноке подходит К Коли и уходит, такого тоже не будет, К Коли при каждом промахе он набрасывается, сразу же набрасывается, он максимально пытается обезопасить себя, когда у него что-то не получается, плюс в любом случае, вот я смотрел его последний поединок, мне вообще непонятно было, почему он бегает, как идиот, имея такие габариты по кругу, ну, там вообще ноу-нейма, ну, просто себя тем самым, ну, просто себя, скажем так, ну, обессушивая физически, потому что такие метр девяносто шесть нужно, ну, как бы питать, а так как у тебя классный, габариты, нахера ты бегаешь, ну, как идиот, если ты можешь пользоваться джебом. Ярослав, на самом деле, он не знает, что делать. Да, да, вот это, конечно, некоторые бьют двойку, извини, есть такое, знаешь, выражение, если ты не знаешь, что делать, бей двойку, не умеешь бить двойку, стой подальше. Да, да, может быть, опять же, каким-то образом у Аколи кончится бензин, ну, в каком-то там восьмом раунде, и Крис Биллом Смит, но я просто фантазирую, я же сказал, что нет шансов, и Крис Биллом, вдруг, вдруг, да, вдруг, каким-то образом захочет просто пойти в инфайт, и у Аколи будут руки, то есть, тряпичные, но я думаю, что вряд ли такого произойдет, потому что все-таки он будет работать на дистанции, поэтому, как для меня, здесь шансов нету никаких, у Криса Биллома Смита. Не знаю. У Смита есть одно, что, если все-таки он, ему нужно, как правильно Толяна сказал, ему нужно держать темп, темп не давать дышать, но быть одновременно таким, знаешь, собранным на ножках, как вот, скажем так, тот же самый. У него нету ног, у него нету ног, он не может подойти и ударить там в печень, чтобы зашушить, он растется, он может на ударе поймать, но тут нужны ноги, тут войти нужно, длиннючие руки, Коля отстреливается дальником, и все. Ничего тут не сделать. Я и приводил к тому, что ног у Биллома Смита нет, он просто идет от соперника, делает это, удары едны за километр, и для, даже, не топового, а Коля, то есть, как бы встретить его, остановить, войти в клинч, где-то, может быть, там просунуть апперкот какой-то, вот это вот, и все. То есть, зевотный поединок, который может перейти, в общем, в львотный рефлекс, не сам. Не дай бог, не дай бог, не дай бог, если я еще один в бой, а Коли, убежу, такой, как был предыдущий, то я, я с Яриком, наверное, за руки возьмусь. Но вам недалеко, ищет. Дай бог будет. Окей. А еще одно, что я могу сказать. Мне кажется, знаете что, все равно Крис Биллиан Смит в этом весе будет чемпионом. Потому что, а Коли, мне кажется, поднимется, и все-таки, мне кажется, если даже не сейчас, то в другой раз будет. Потому что, пусть он останется. Потому что, когда Баду Джек чемпион, а другие не чемпионы, такие, как Крис Биллиан Смит, допустим, Крис Биллиан Смит, я думаю, Баду Джека просто разнесет. Вот он чемпионит, А чтобы другой, если даже проиграет Крис Белям Смит, а Коля, чтобы не был, как-то, я думаю, неправильно. Ну, посмотрим. Хотелось бы ошибаться, но я думаю, что, в общем, как бы, ну, я не знаю, откуда просто ждать интриги. Интриги надо ждать от Белям Смита. Насколько он, у него, в принципе, знаешь, как бы хватало всегда сил, вот именно в последних раундах как-то подсобраться, да. Там, ну, мобилизировать свои силы, но, как говорится, с цуком, нет, и Аколем, нет, не пальцем делом, нет, он тоже умеет это все. Поэтому вот второй поединок, который будет очень интересен. На ССИ-арене в Белфасте Луис Альберто Лопес будет защищать свой титул против Майкла Конлана. Это поединок, в котором Майкл Конлан попытается отомстить за унижение Джоша Уоррингтона, у которого, собственно говоря, титул и был забран в декабре прошлого года. И, по моему мнению, Майкл Конлан встанет в очередь за Джошем Уоррингтоном, и, как бы, ничего не случится. То есть, Луис Альберто Лопес защитит титул, мне кажется, без проблем. Я думаю, проиграет титул. А? Давайте пообсудимую. Я думаю, он проиграет титул. Почему? Мне кажется, ирландец намного лучше. Я вообще считаю его одним из лучших ирландцев сегодняшних, которые есть боксеров. Просто он, Вуцу, когда он проиграл, он выиграл полностью бой. Просто в конце задремал, пропустил и упал за канаты. А так он весь бой у Вуца проиграл. Он больше, он сильнее, он техничнее. У него лучше скола бокса. Он один из олимпийской сборной Ирландии полюбителем был. Он более фокусированный. Луис Альберто Лопес – это мексиканец, который еще очень сырой. Допустим, он когда пропускает, он учится смягчивать удар и постоянно отводит голову в сторону, не видя соперника. Он хочет сделать удар немного, чтобы был мягче, и он вообще постоянно отводит голову. Постоян выпрыгивает. Нет у него никакого такого, какого-то тайминга. У него руки идут в одну сторону, ноги в другую сторону. Сказали, что он какой-то нокаутер и бьющий – нет. Он просто очень сильно функциональный, очень сильно функциональный. Просто он не устает. И все, и много выбрасывают. Я бы не сказал, что… Я считаю, что Луис Альберто не поверил мне, что я тебе была верна. Но он проиграет. Я так думаю. Он отдаст поезд. Ярослав, что ты сказал? Я тоже думаю, что он проиграет. Я думаю, что он проиграет, потому что… Ну, правильно все, что я сказал. Майкл Коннон лучше. Лучше технически оснащен. Габариты на 10 сантиметров он повыше его. На 12 сантиметров, по-моему, руки у него подлиннее. Он имеет свой сбор, в отличие от того же Луда. Двойка у него будет присутствовать. Будет присутствовать джеб. И он будет ждать этого чувака Лопеса на свои руки. В принципе, и удар у Коннона есть. Те поединки, которые я выигрывал, решением он каждого дядьку сбивал, как правило. То есть, в принципе, может. Плюс к тому же, я считаю, что у Коннона неплохая позиция. То есть, как следите на тот список у того же Лопеса, то там просто одни, по-моему, какие-то мексиканские до Уоррингтона. Ну, вообще. А есть такое все-таки выражение, и есть такая, скажем так, составляющая, как класс. Вот мы всегда смотрим, там вроде Джорфа должны побить какие-то франтыны или прочее. Может быть, у них есть шансы. Но есть такой класс боксеров. Ну, и не класс боксеров, а именно классов. Мне кажется, просто классом Коннон лучше. Единственный момент, который у Коннона всегда западает, это его выносливость. Вот бывает, да, вот именно с Вудом она его подвела, потому что за выносливостью сразу вскрывается момент концентрации и момент не фокусировки, а правильное слово. Ну, то есть, когда ты начинаешь уставать, ты, по сути, уже некоторые удары не видишь, и они полетят. Поэтому вот это... Ты теряешь фокус. Правильно сказал, фокус это называется. Да. Ты теряешь фокус, ты не контролируешь ни дистанцию, не видишь ни удары соперника, не можешь не уйти, ни на фазь. Это фокус называется. Я просто говорил за Дэвида Хея в позапрошлом зуме, и я забыл тоже, то есть он еще потерял с Тони Беллию. Скорость, инерцию, фокус и... Ну, ладно, я, может, вспомню. Но в итоге вот есть такой момент здесь, что Конолан, я не сомневаюсь, в первые там 5-6 раундов он будет выигрывать. Минусы Конолана. Во-первых, он не любит плотный бой. Вот у него был там такой боксер, как Ян Балута. Он заходил там, вообще никакой еще румын, по сути, без какого-то там понимания бокса. Он заходил там, накидывал ему там что-то быстро и уходил, как попало. Терялся в ногах, запутывался. Конолан эти удары ел. Благо, что у Балуты нет удара. Балута. Да, Балута или Балута, что-то такое было. Балута. В принципе, да, должны быть. Ну, я у Конола довольно-таки 4-5 поединков с Никитиным он там боксировал постоянно. Он там у него на Олимпиаде выиграл. Привезли его, по-моему, в Белфаст или в Америку он его там выиграл. Тоже смешно было. Ну, в принципе, оппозиция у него, ну как, не сказать, что у него сверх, но на порядок выше, чем у этого Лопеса. И благодаря этому опыту там тот же тренер Адам Бут, тренер Хея, ну как бы, ну, я не скажу, что он сверхтренер, но кое-что умеет, скажем, в котором. Поэтому я думаю, что, в принципе, на классе должен выигрывать. Но, опять же, здесь вскрывается у меня вот эта одна составляющая. Если все-таки Лопесу подскажут, что, ну, твоя задача только одна. Будешь пропускать много, ну, взвинтить темп каким-то образом и зажимать этого Конолана, если тебе удастся именно в поздних раундах попытаться вырвать победу. Но, опять же, может побывать в нокдауне, я не знаю, как Лопес держит эти удары. Если держит круто, потому что Уоррентон это вообще, ну, у него удара там абсолютно нету никакого. То есть Уоррентон бьет, там у него стрельские победы, если не ошибаюсь, тем нокаутом. То есть он вообще не бьющий. А Конолана может ударить и может зацепить, скорее всего, он его и зацепит. Поэтому, ну, как по мне, удар у Конолана лучше, ну, именно правильное ведение боя, правильное, то есть постановка, он резче его, ну, все делает нормально, только еще один момент, я же говорю, в принципе, бывает, он долго ждет, он там разбирает, разбирает, все-таки любит контру, то есть побольше бюджета ему укидывать и все-таки, ну, работать более классически. И поэтому, ну, как бы, по идее, должен забирать бой. Но если, опять же, каким-то образом не устанет и не пойдет в рубку. Ну, и опять же, видите, Конолан, я раньше считал, что он очень таким крепким боксером, а оказывается, попал по нему вот так, что просто его зашатало вообще, он потерялся там. И, ребята, давайте не забывать, что Конолан, извини, Ярославль, я тебя перебью, и не давайте забывать, что в чемпионских раундах Конолан всегда просаживается. Ну, я же за это и говорил, да. Да, мы за это и говорим. Да, он устает и, ну, интересно будет. Ну, по идее, на классе может отпедалить где-то, отклинчевать, и может сранка зацепить. Вот, как по мне, он должен попасть по этому чуваку, ну, 100%, не знаю. Ну, Конолан должен попасть. У Конолана удара есть. Ему не нужна серия, он может одиночно ему его срубить. Ну, пропустит этот, а кто он, аргентинец, да, или мексиканец, я не помню. У Юс Альберто Лопес? Да. Мексиканец. Мексиканец. Пропустит мекс-удар однозначно. Ну, то есть, да, вопрос выдержать ли. Ну, все же, я думаю, Конолан должен забирать бой. Окей. В этом вечере бокса будет Ник Белл против Людуму Ламати. Ламати у нас из Южной Африки, Ник Белл из Ливерпуля. У меня нет никакого желания говорить об этом поединке, ни того не договорились. Да, да, да. И Энтони против Дамьяна Вжеска из Польши. Энтони Какаче. Какаче. Знаешь, как есть Че Гевара, а есть Какаче. Вот. Это чувак из Белфаста. Такой наглый британец. Здесь, в общем, как бы тоже бой, мне кажется, будет на встречных курсах. И полякам, мне кажется, привезли просто на убор. Тоже не имеет желания. А, это АйБио. Это АйБио, да. Да. Это за пояс АйБио. Он чемпион британец. Да. Хочется, чтобы Дамьян выиграл. Но, мне кажется, привезли его под разбитие. И крайний, точнее, последний поединок этого уикенда. Оскар Калаца в минимум вейт 47,6 килограмм. Чемпион мира по версии АйБио против Мельвина и Иерусалима. У Калаца 6 поединков, 6 побед. У Иерусалима 22 боя, 20 побед. Я вспоминаю Иерусалима, как он выиграл. Помните? Как он досрочно выиграл. Мы тогда говорили, в этом весе с таким ударом. Иерусалима очень такой плотно бьет. 46 килограмм он бьет, как будто ему 55 или 56 килограмм. Иерусалима хороший боксер. Просто немножко размашистый и нефокусированный. Но в этом весе здесь, мне кажется, и нет вот таких фокусированных и каких-то там больших. Мне было бы интересно посмотреть этот бой. Ну, мы его и посмотрим. Я просто ни одного, ни другого. Я просто понимаю, чтобы вести дискуссию. Ну, мы познали Иерусалима. Вспомните, когда он выиграл досрочно поезд. Вспомните, мы говорили, что он проиграет. Тогда был другой чемпион. Мы поставили на него. Танегучи, по-моему. Танегучи. Да, Танегучи, да. И мы говорили, что Танегучи выиграет. И здесь такой плеск. И Танегучи ушел в Японию. В Пицаке. Ну, посмотрим. Здесь как бы у Мелвина больше шансов. Потому что все-таки у Калаца, я так смотрю, у него 6 боев. Если бы был бы поезд ВБА, я бы все-таки как-то подозревал все-таки Мендосу. Но поскольку здесь паковал корсель, а он старый и некрасивый, то здесь, в общем, как бы все по-чесноку. Все по-чесноку. Ну, Иерусалим, это первая защита. Вот это интересно. Мне интересно посмотреть, что-нибудь другое у него будет. Или вот эти вот маленькие парни, они всегда одинаковые. Вот что-нибудь новое будет у него или нет. А второго я не знаю. Здесь нужно понимать, что, в общем, как бы, сейчас подожди, это добровольная, получается, защита у него. А там два брата, куда ворвались, Юра, посмотрите, два брата японца, очень неплохих временных чемпионов. По WBC, мне кажется, и по WBO, или что-то в этом роде, два брата японца. Очень, очень, очень бьющие, очень неплохие. Я, кстати, смотрел, когда они стали временными чемпионами. Есть два брата японца. Не знаю, мне сказать нечего. Я за этими весами особо не смотрю. Вот, как бы, просто поединков мы не видим. То есть, вот, Иерусалим, мне кажется, выиграет. Здесь не должно быть проблем. Ну, вряд ли, шесть поединков, Оскар Калац, а что-то может ему противопоставить. Тем более, что у Оскара Калаца шесть боев, шесть побед, четыре победы техническим нокаутом. Только вот в последнем бою, в пятом раунде, он нокаутировал своего соперника, у которого 15 было побед, один проигрыш. Ну, посмотрим. Просто лить воду, не охота, а давайте лучше уже тогда посмотрим. Если бы я знал этого Калаца, я бы им еще мог как-то. Я только Иерусалиму, когда он выиграл пояс, тогда один бой только его посмотрел. Как бы, для этого веса, я считаю, он бьющий боксер. Если он и сейчас защит пояс и выиграет нокаутом, будет очень хорошо. Ну, для этого, как говорится, будем посмотреть. В этом уикенде еще дерется Алексей Сроча. Будет драться с... Мы уже слышали такого о мексиканце. Никто не слышал о Вельтера такого. Ну, Алексей Сроча, да, слышали. Но это ж не чемпион. Мы все поединки не можем обговаривать. Не, я просто хотел заметить, что это как бы крутой мексиканец, ну, как крутой мексиканец, который, ну, в принципе, он развивается, да лохой его ведет, ведет, ведет. Сейчас он побьет старого деда 35-летнего Яна. Ну, мне было бы интересно. Он очень крепко держит, и он очень комбинаторит. Слушай, Реймон Форд будет драться, тоже перспективный чувачок. Да, хороший. То есть, я спрошу, я эти поединки выложу. Мне только просьба посмотреть их, чтобы можно было их обсуждать. Вот и все. Ребят, на этом обнимаю. Спасибо, в понедельник увидимся. Завтра, как я уже сказал, зуб даю в 21.00 прямой эфир. В пятницу будет тоже в 21.00 в украинская зона, в зона украинского бокса. И в субботу, и рано утром воскресенья будем смотреть поединки, в понедельник встречаемся, будем обсуждать. На этом обнимаю. Спасибо большое. И до понедельника. Все, удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова